МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обещают изменить привычный образ жизни. В оздоровительном центре меня встретил Борис Юрьевич Александров. Известный предприниматель, основатель и владелец нескольких крупных компаний и брендов. Человек, которого в мире бизнеса, пожалуй, знает каждый. Именно он придумал и создал Академию Виталити. Один из секретов бизнеса – это, если тебе что-то надо, наверное, это надо и людям. Возникла идея создать такой участочек, где будет полная изоляция, и где люди, несмотря на то, что у них всякие соблазны, никуда не денутся, они будут этих соблазнов лишены и будут изолированы. Находясь здесь, имеют балансированную низкокалорийную диету, плюс они должны два раза в день заниматься скандинавской ходьбой, и через день фитнес и бассейн. Количество калорий, которые приходят, это тысяча, а тратят они как минимум 3000 килокалорий в день. Поэтому хочешь, не хочешь, у нас здесь худеешь. Оздоровительный комплекс строили архитекторы из Франции и Латвии. Создана по-настоящему домашняя атмосфера и условия, чтобы отдохнуть от суеты города. Одно из них – практически невозможное отсутствие людей. Здесь всего 60 номеров. Номерной фонд, как говорится, на любой вкус. Шесть видов апартаментов. Есть категория «Делюкс» с эксклюзивной мебелью и просторной верандой. Есть категория «Бизнес». Именно такой номер выбрала я. Просторный, с большими окнами и прекрасным видом на пруд. Для занятий йогой по утрам и любованием закатом отлично подойдет дизайнерский с уютной застекленной террасой. Традиционно по приезду в оздоровительные учреждения первое, что следует сделать – сходить на прием к врачу, для того, чтобы определиться с режимом дня. Здесь его разрабатывают для каждого гостя. Анализы лучше привести с собой. В академии предусмотрена основная программа и экспресс-вариант перезагрузки. Так как я человек, работающий на телевидении, у меня постоянные стрессы, ненормированный график, частые перелеты. Я выбрала основную программу. Мне входит скандинавская ходьба, массажи в молочной ванной, плавание в бассейне. Ну что, начнем восстановление и оздоровление. Чтобы быть в тонусе, утро лучше начинать зарядки. Групповые занятия состоят из разминки, растяжки и упражнений для всего тела. После фитнеса я решила позаниматься индивидуально с тренером. Мы сделали тренировку на ноги на горизонтальном велотренажере, размяли мышцы спины и подкачали бицепс. После физических нагрузок самое время для массажа. Я решила сделать процедуру «Золотое прикосновение». Ее делают с использованием косметики, которую производят в Латвии. Сеанс начинается с посещения инфракрасной сауны с чаем и медом. Затем массаж. Кожа становится увлажненной, сияющей, более упругой. В составе лосьона натуральные УФ-фильтры. О чем еще можно мечтать? Завершает бьюти-процедуру покал шампанского. Однако долго расслабляться нет времени. Расписание насыщенное. Меня ждет скандинавская ходьба. Самое главное в скандинавской ходьбе – это правильно подобрать размер палок. Их высота должна быть до живота, а положение рук – 90 градусов. Итак, скандинавская ходьба подходит абсолютно всем. Она полезна и эффективна. Сжигается много калорий, так как почти 90% всех мышц работают в процессе занятия. Еще один из плюсов – тренировка проходит на свежем воздухе. При скандинавской ходьбе надо прямо держать спину, плечи отвести назад, смотреть вперед. И руки тоже должны быть прямые. В оздоровительном центре главное – режим. Максимум физических нагрузок и минимум калорий. В Академии пятиразовое сбалансированное и низкокалорийное питание. Попробуем, насколько это вкусно. Куриный суп, блинчики с овсяными отрубями, судак, салат из овощей с яйцом, кефир. Это рацион на целый день. Здесь всего 1100 килокалорий. Попробую салат. Если честно, уже забытый вкус настоящих помидоров. Попробуем огурцы. По вкусу как будто прямо из грядки. Обратила внимание на вот это вот блюдо. Это блинчики с овсяными отрубями, украшенные веточкой красной смородины. Если бы я не знала, что все меню в Академии низкокалорийное, я бы никогда не подумала, что порция этих блинчиков всего лишь 165 килокалорий. Я не зря обратила внимание на вкус овощей. Оказывается, в 4 километрах от Академии находится их собственная ферма, где выращивают помидоры, огурцы, зелень, и из этих продуктов готовят блюда в оздоровительном центре. Нашей ферме уже три года. В хозяйстве три синие латвийские коровы, более 120 кур. Примерно через месяц-два мы планируем начать изготовление фермерского творога и кефира. И в дальнейшем хотим обустроить здесь домик фермера, чтобы люди могли попробовать настоящие натуральные продукты непосредственно на ферме, где все и производим. Кстати, фермерское молоко используют для молочных ванн. Естественно, я поспешила на эту наиприятнейшую процедуру. Считается, что молочную ванну, ее еще называют ванной молодости, придумала царица Клеопатра. Гарантий, конечно, что я помолодею на пару-тройку лет нет, но доказано, купание в молоке благоприятно влияет на кожу и кровеносную систему. Снимает усталость. И знаете, я с этим согласна. Снять усталость и стресс поможет и бассейн, благодаря воздействию воды. Чтобы быть в форме, необходимо регулярно плавать, а лучше заниматься акваэробикой. Здоровый образ жизни становится трендом. Люди все больше заботятся о физическом состоянии, красоте и внутренней гармонии. Какие методы наиболее эффективны, я решила узнать у директора академии. Когда вы разрабатываете и составляете программы, курсы для похудения и оздоровления в вашем центре, наверняка вы руководствуетесь последними достижениями в этой сфере. Вот какие сейчас тенденции? Не всегда модные методы эффективны и безопасны для здоровья. Мы помогаем нашим гостям изменить образ жизни, а именно приобрести полезные привычки и с легкостью перенести их в повседневную жизнь. Самое важное – следить за питанием, заниматься спортом, больше гулять на свежем воздухе и быть счастливыми. Доказано – эндорфины, гормоны счастья вырабатываются, когда человек катается на лошади. Я попробовала стать еще счастливее. Лошадку зовут эсме – английская порода шайр, поэтому она такая большая. Контакт с животным успокаивает. Мы развиваем равновесие, укрепляем мышцы. Когда мы едем на лошади, у нас работает максимально много мышц одновременно. Еще счастливее женщину, конечно, может сделать салон красоты. Он недавно появился в оздоровительном центре. Безусловно, ни одна перезагрузка не обходится без путешествий. И гости Академии при желании могут выехать погулять к морю или полюбоваться старинными городами. Один из них – Кулдига, маленький средневековый город. Исторический центр включен в национальный список ЮНЕСКО. Здесь уютные кафе и магазины. Известная достопримечательность – старинный мост через реку Вента, построенный в 1874 году. Считается одним из самых длинных кирпичных мостов в Европе. Его часто используют для съемок фильмов. Обязательно стоит побывать в филиале рижского зоопарка Цирули. Более чем на 130 гектарах живут 38 видов диких животных и 12 видов домашних пород. Медведи, фуатузский осел и даже ламы. Целое стадо киангов и легендарные латвийские синие коровы. Они никого не оставят равнодушным. Так же, как и Латвия – живописная, уютная и экологически благополучная страна.